В ответ на массовые аресты членов либеральной партии, пользователи соцсетей немного изменили ее логотип. Это передача Хоррошоу. И мы начинаем. Сегодня в Хоррошоу. О чем расскажет Дарин Киртуакой об эксклюзивном интервью Хоррошоу? Кто займет вакантные места в правительстве? Какие истории покажет наш киножурнал «Евролаж»? И какую песню исполнит Михаил Гимпу после его выхода из проевропейской коалиции? Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо. Наконец-то наступило лето. Прекрасная пора. Поспела черешня, клубника. Вышло солнышко, а солнышком жара, переполненные маршрутки, комары. Поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Давайте назовем вот так. Но, к сожалению, не все могут сейчас выйти на улицу, насладиться свежим воздухом и порадоваться солнечным лучам. Речь идет о градоначальнике Дарине Киртуаке. Дело в том, что он был помещен на этой неделе по домашний арест. Однако, 31 мая в центре столицы был запечатлен мужчина, похожий на мэра. На Дарина Киртуаке. Он думает, что город его дом. Мы намеренно сказали, что человек похож на Дарина Киртуаке. Ну, потому что градоначальник, ну, не может же нарушать закон. Особенно Дарин Киртуаке. Ну, так прокомментировал эту новость Михаил Гимпу. На самом деле, мы много шутили над либеральной партией. Однако, сейчас, когда Дарин находится по домашним арестам, мы хотим поддержать его. У нас есть номер, мы для этого его достали, друзья. Давайте сделаем это, переступим через свою гордость. Разрушим, так сказать, все границы. Как говорил, опять же, Михаил Гимпу. И позвоним ему в прямом эфире. У нас есть номер, друзья. Давайте сделаем это. Я сам не представляю, что сейчас будет, но попробуем. Просто не подымит человек. Алло, Дарин Киртуаке? Да, Киртуаке. Господин мэр, можете прокомментировать, пожалуйста, ситуацию? Можно и без господина. Тогда как вам обращаться? Ну, положено по-русски Дарин Иванович. Хорошо. Дарин Иванович, как вы на данный момент чувствуете себя по домашним арестам? Скажем так, ну, удовлетворительно. Ну, как говорится, вам виднее. Дарин Иванович, еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, за что же вас все-таки забрали? По разным статьям, по разным причинам, но в основном это было либо злоупотребление полномочиями, либо напрямую коррупция. 10 тысяч евро, 50, 100, 200 тысяч долларов. Ну, а вот такой вопрос. А если это все перевести в лей? Купюры, стулеевые купюры, это самолет денег. Ну, да, да, действительно, это очень большие деньги. Как и где вы вообще это все храните? И это все скапливается в мешки. Мешок где-то в размер баскетбольного поля, можно сказать. И где-то в 3 метра высоты. Я так думаю, этих денег все-таки хватит надолго, наверное, да? На 100 лет вперед. Спасибо, спасибо, Дарин Иванович. В принципе, все, что нужно, мы узнали. Последние два вопроса, с вашего позволения. Люди обеспокоены тем, что вы находитесь по домашним арестам, и все же вы были замечены в городе. Как вы прокомментируете это? Есть где, и другим может не мешать. Конечно, в центре не рекомендовано, но если это где-то на окраине, мало кого-то беспокоит, не думаю, что это самая большая проблема. Ну, конечно, да, гуляйте лучше по окраинам. Главное, как говорится, в городе не светитесь. Да, и последний вопрос. Вы будете смотреть передачу «Хорошо» на Акчен ТВ? Посмотрим. Все, спасибо вам большое. Положу трубку. Наверное, за ним пришли. Попросили его положить трубку. Хорошо, ну а мы продолжаем. Хорошо. Да, братуха, все классно вообще. Жизнь удалась. Работаю на телеке. Малый ходит в частный сад. Сейчас поедем отдыхать. В Грецию, не знаю, наверное. В общем, все супер. В общем, так, у меня очень мало времени. Я – это ты. Из 735-го выпуска. Значит, в 2017 году вы с женой поедете на море в Затоку. Мы вообще-то в Грецию с женой собирались? Нет, вы поедете отдыхать в Затоку. Денег не хватит. Запомни, первый же день. К жене ночью ни ногой, ни рукой никак. Делай все, что хочешь. Купайся, зарой себя в песок. Но к жене ни ногой. Будут проблемы. Появятся еще дети. Двойня? Тройня? Восьмерня. Понимаешь, не надо. Пожалуйста. Мне что, надо Пайперсов успеть купить. Все, мне пора. Алло. Я перезвоню. Привет, Вадим. Как у тебя дела? Отлично. Немножечко подустал. Ну, так, в принципе, видно, все хорошо. Ты знаешь, мы все устали. Мы все немножко устали от того, что творится в примарии, в правительстве. Вообще, народ немножко подустал. Но есть и хорошие новости. Угу. Есть хорошие новости. 30 мая президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указы об отставке четверых министров-либералов. Так, в отставку были отправлены министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Керенчук. Ну, этот по собственному желанию, так сказать. Ну, естественно, если. Министр окружающей среды Валерий Мунтяну, вице-премьер Георгий Брега и министр просвещения Карина Фусу. Вот тут мне кажется, надо похлопать, похлопать. Я школу давно закончил, но у меня очень много знакомых в Сити. Примерно такие, как вы, у которых недавно. В Сити даже появился мем на эту тему. Вот это. Мем о самой главной выпускнице 2017 года. Хороший мем. Ребята молодцы, которые сделали. Вот этот логотипчик сверху. Да. Они тоже мне нравятся, я их постоянно смотрю. Смотрю, ставлю лайк. Вообще, что ты думаешь вот об этих отставках? Отставки, отставки отставками. Мне вот, я про мем хотел тебе все-таки рассказать. Знаешь, мне историю одну напомнило. У меня во дворе собрались как-то люди. Ну как-то. 31 мая. Последний звонок. Так. Три дня подряд. Что делали? Шумели? Что они делали? Праздновали? Что делали? А знаешь, как празднуют у нас выпускной? Ну, конечно, я тоже был в этой лодке. Ну вот, это представляешься. Это телефон, это музыка. Это китара. Это вот эти кидаются в тетради. Карандаши, пластилин, короче, дурдом творился у меня. Понимаешь что? Я выхожу уже на балкон и очень культурно говорю, ребят, ну, сколько можно? А ты на девятом этаже живешь, а не не слышать? Ну да, я там очень тихо говорю, ребят, ну сколько можно? Ну, елки-палки. Ну, дайте поспать хотя бы, хоть один день. Ну, делайте паузу. Они говорят, да мы, знаете, помимо вот этого последнего звонка, еще и отставку празднуем. Слышишь? То есть у ребят двойной праздник. Вадим, ну что ты пристал к выпускникам? Я понимаю, что в твоем возрасте хочется поворчать. Ну, все-таки ребята. Сергей, это не выпускники, это не выпускники, это учителя. В начале классов, я поэтому и так возмущен, понимаешь? Ну, хочу вернуться к министрам. Я вообще считаю, что на таких должностях должны быть компетентные люди. Люди с народа, так сказать. Вот, люди с народа. Почему бы нам не взять среди людей, найти каких-то образованных, многофункциональных. А где искать? Где искать? В интернете нужно искать, понимаешь? Сейчас все ищется в интернете. Открывай интернет. Есть у тебя там? У меня не оплачено. Всем привет. Сегодня в прямом кефире у нас интернет-герои, которые легко бы смогли занять место наших министров. Ну хрит, ну хрит, ну хрит. Не верите? Смотрите сами. Я идейно. Недавно освободилось место министра просвещения Карины Фусу. Мы очень долго искали в интернете замену этой импозантной и неординарной натуре. И нашли. Будут разные писать, но не в дорожках не тратить. Учат в школе, учат в школе. Вы подумаете, что этому человеку не место в кресле министра. Но вспомните прошлого. Согласитесь, что этот просто ангел. Как вы думаете, каким должен быть настоящий министр финансов? Должен обладать добротой. Он должен быть умным. Что еще? Ну все самые хорошие качества, что есть. Да нет, он просто должен уметь считать. Хорошо считать. Отличный министр и хороший друг, у которого всегда можно выгодно занять денег. А этот человек может подойти на роль министра внутренних дел. И он не будет сидеть в кабинете и раздавать приказы, а лично информировать население о уровне преступности. Главное, чтобы он сам не оказался. К сожалению, мы не нашли министра экономики. Так как в Молдове нет экономики. Зато легко отыскали министра культуры. А если кто-то не понял, что хотел сказать министр на заседании, то всегда на помощь может прийти его зам и все перевести. Кстати, Борис мог бы занять место министра иностранных дел евроинтеграции. Ведь он во всем разбирается. Европа, это Европа. Европа, я хочу сказать, что она никогда не была и не будет. Молдавия, она была Молдавия, понимаешь? Она и была Молдавия, вот что. Она и была Молдавия, вот. Европа, она и не была Европой. И европляны, европляны. Какая европляна? Европляны, это там, за Россией, за границей, за Москвой. Вот там его выплянили, да. А это Молдавия, это наш город. Это наш, это Молдавия, понимаешь? Нет никаких сомнений, что министром здравоохранения будет специалист по жижевыводящим путям. В последние годы отмечается рост урологических и онкоурологических заболеваний. Причины разнообразны. Среди них вода, которую мы ежедневно пьем. Лично я употребляю минеральную воду Ресан и рекомендую пить ее своим пациентам. Против образования камней в почках и жижевыводящих путях. Но этого министра могут снять из-за лоббирования своего коммерческого продукта. Лично я употребляю минеральную воду Ресан. Поэтому вашему вниманию запасной вариант. Человек, у которого есть универсальное лекарство. Методом. Возможно, он представит и какие-то другие медикаменты. Я? Ну, только методом. В Молдове высокий процент разводов. Поэтому министром труда, социальной защиты семьи должен быть человек, который имеет свою четкую позицию. Не женюсь, я не женюсь. Ой, мама, не женюсь. Девочки вокруг меня. Ну, зачем меня жена? Молодой гулять хочу, а жениться не хочу. Постарею сквозь полюсь, но жениться не женюсь. Этому министру окружающей среды не нужен душный кабинет и мягкое кресло. Ему нужна только среда, за которую он отвечает. Десять минут тому назад Штирлиц остановил машину. Он почувствовал, что засыпает за рулем. Уже кончались вторые сутки, как он был на ногах. Он решил, что должен поспать хотя бы полчаса. Иначе он не доедет до Берлина. Министерство обороны нуждается в серьезном и ответственном министре. Я не знаю насчет планов повышения обороноспособности нашего государства. Но план, как отметить свое назначение на эту должность, у него уже есть. Конечно, наши интернет-герои навряд ли станут министрами. Но зато наши министры легко могут стать интернет-героями. Всем пока! Ну, здорово, Иван Иванович. Здрасте. Какой же я все-таки был урод в молодости, а? Короче, слушай меня внимательно. Тебе в Одноклассники напишут из партии либералов. Ни за что! Ни за что не смеем отказывать, понял? У тебя будут деньги, у тебя будет люксовый автомобиль, заграничные счета. У тебя будет все, о чем ты мечтал, понимаешь? Все! Так это классно. Правда, есть одно небольшое, но... Ой... Ты должен будешь отсидеть 5 лет. Ого. Ну, это ничего страшного, это терпимо все. Так, все, я уважаемый человек партии либералов. Мне пора, у меня там еще одно судебное заседание. Если не явлюсь, то еще пятеру могут вляпать. Все, давай, держись, понял? Ни за что не смей им отказывать. Эй! Эй, ты куда? Ты куда пропал? Фу! Что мне теперь делать? Пойду Одноклассники проверю. Ванька, привет! Привет, Виктор Ильич! Вот, видишь, тебе аплодируют. Аплодируют, значит, боятся. Мало ли ты их за углом съешь. Не знаю. Посмотрим. Вот, видишь, в этом выпуске я про это пошутил. Знаешь, у меня новость специально для тебя. Дело в том, что ты у нас человек интернациональный, ты болгарин, живешь в болгарском селе, ты разговариваешь на молдавском, ты думаешь, думаешь ли ты? Я думаю, да, я знаю русский. Уже хорошо. Все, на этом остановимся. Я интернациональный полностью, да. Дело в том, что 29 мая в республике Молдова разразился большой дипломатический скандал. Пятеро дипломатов посольства Российской Федерации в Молдове были объявлены персонами нон-грата. Ты знаешь, что такое нон-грата? Как будет по-болгарски нон-грат? Ням-грат, не знаю. Ням-ням-грата. Были объявлены персонами ням-грата. Им пришлось покинуть территорию. Сейчас я стояла в катках. Им пришлось покинуть территорию Молдовы. На самом деле, это не совсем смешная новость. На это последовал симметричный ответ России. Они тоже выслали пятерых молдавских дипломатов. Я хочу разобраться с тобой. Ты как человек села, ты должен все разъяснить, поставить все на болгарские полочки. Смотри сейчас. Во-первых, я не знаю, кто от этого выиграл, а кто проиграл. У нас тут постоянно что-то митингуют у посольств. Что-то орут. Кричат, этих садят, тех высаживают, другие морозят, не знаю. Постоянно что-то творится непонятное в Молдове. Думаю, российским дипломатам было даже в плюс. Они даже рады, что они наконец-то отсюда уехали. А нашим наоборот. Наши там сняли однушку себе. Только. Да, только и устроились на вторую работу там укладчиком каким-то. А их высылают обратно. Но обидно. Только решил Игорь Николаевич вопрос с амнистией для гастарбайтеров. Да. Они туда, то есть приехали. То есть смотри, они, значит, после того, как Игорь Николаевич решил проблему с амнистией, они устроились гастарбайтером. Устроились. У вас это так называется? Чтобы, если их уволят с дипломатической линии, то они будут по линии гастарбайтерской, их не смогут выслать, понимаешь? Потому что Игорь Николаевич договорился, там все смачено, в принципе. Ты просто как реально, ты дипломат с болгарского силы Стояновка. Болгарский дипломат. Иван, хочу сказать по-народному, это лажа. Со стороны правительства нашего, да? Не стоит забывать, какое у нас сейчас большинство. Я бы сказал, что это полная евролажа. Да. У нас получается в стране целый евролаж творится. Журнал евролаж! Журнал евролаж! Извините, пожалуйста. Да. Я хочу записаться на прием в Дарину Киртуака Основной есть по Сибилу Еле есть арестат Что? Извините В Дарине Киртуака есть арестат Что? Шнаузы! В Дарине Киртуака есть арестат На нее повторите еще раз Век бы слушал За Европу голосуйте Ведь во всем виновен Путин Евроинтеграция Что-то не идет сегодня Молодой человек, помогите юниор-музыкантам Я говорю, не идет Не идет, но что-то такое для молодежи Современная, да? Давай Оп, стоп, героина Оп, стоп, героина Оп, стоп, героина Господин премьер-министр А мы так точно миллиард вернем? Давай играем С этой вот этой Оп, стоп, давай Оп, стоп, героина Оп, стоп, героина Оп, стоп, героина О, аккуратнее Костика? Мирча Костика Мирча Костика Как у тебя дела? Что, кем работаешь? Да я в селе вообще большой человек Директор свинофермы Хе-хей Да, а ты кем работаешь? Да я вот депутатом работаю О, наверное, здорово быть депутатом Зарплаты такие Слушай, а хочешь поменяться? Давай А давай О, немного великоват, но ничего Подрасту, как говорится Ну что, давай Всего хорошего Я пошел Подожди, подожди Ты уголовные дела забыл Держи, держи, держи Оп, на, пока Хорошо Хорошо Дима, у меня очень мало времени Ты познакомишься с девушкой Анжеликой Дима Она захочет, что ты сделал в румынский паспорт И поехал с ней на заработки в Голландию Ни в коем случае не делай этого, Дима Ты понял меня? Понял? Ты вообще кто такая? Я это ты, Дима Ты из будущего Ты понял меня? Ты понял, что я тебе сказала? Никакой Голландии, никакого паспорта Ты понял? Анжелика Ты не собираешься сделать румынский паспорт? А, еще и в Голландию ехать? Нет, нет Езжай сама Мы расстаемся Хорошо Ты сидишь в очках и напоминаешь мне одного человека Какого? Ты знаешь, вообще этот выпуск у нас так получилось Так получилось, что он вообще немножко либеральный, вот какой-то такой Ты знаешь, потому что у меня даже следующая новость о Михае Гимпу Ну, спасибо за комплимент, Сергей На человека, которого ты похож Он заявил, что время, к сожалению, показало, что граждане нас не ценили Ох уж это пропагандистская российская СМИ Программа «Время» оказывается говорит, что либералы, да Ну, не оценили, да Лидер либеральной партии Молдовы Михае Гимпу заявил о выходе из правящей коалиции Решение было принято в знак протеста против задержания мэра Кишинева Дарина Киртуака Опять этот Дарин Когда же мы перестанем о нем говорить? Никогда Понимаешь, вот говорят же, да, что ты друзей держи близко, а врагов нужно держать еще ближе Иногда у меня возникает такое желание вот просто вот сесть с ним рядом Где-нибудь на берегу моря На берегу моря Сесть с ним рядом просто И просто поговорить за жизнь, знаешь Я думаю, что он много чего может рассказать Да, там много времени, Дмитрий Но у тебя будет такая возможность, если ты пойдешь по его стопам Ну, ты знаешь, учитывая прошлогоднюю запись, где не совсем деликатно обошлись с лидером либеральной партии Ну, там, стукнули ему по голове Я думаю, что он мог подумать, что, ты знаешь, раз его убьют, значит любят Просто после этого, когда он на президентских выборах набрал Два процента голосов, я думаю, что это, ну, это явно... Ну, первый звоночек, да я бы сказал, первый удар с колоком Потом второй звоночек, но все равно, говорит, время показало, что их не любили Так мало того, он сейчас еще больше себя понизил рейтинг, он сейчас еще из коалиции вышел Да, ты знаешь, после выхода из коалиции, вообще мне эта вся ситуация напоминает отношения влюбленной парочки Вот понимаешь, когда они ссорятся, она говорит, все, я собираю вещи, чемоданы, удали мой номер Вот это в фейсбуке, все удаляет, все фотографии, все вообще Дело не в деньгах Я ухожу, я с тобой в коалицию вступать больше не буду, сам с собой вступай в коалицию А потом, я знаю эту историю, типичная история, а потом она, знаешь, ночью такая пишет, ему Во-во-во-во Спишь? Спишь? Может, может, как-нибудь встретимся? Да-да-да, снова в коалицию Пообщаемся, да Наломали дров тогда Я вижу, ты хорошо разбираешься в отношениях Поэтому ты без девушки, да? Это самое главное, знаешь, ведь, по сути, все психологи одиноки Гимпа ушел из коалиции, и мне все это напомнило одну историю, когда вот провожали Мишу, и все люди плакали, понимаешь, цены в стадионе, вообще, государство плакали А чем ты? Я говорю о том, что мы сейчас покажем видео, при виде которого люди тоже могут плакать Ну, по крайней мере, два процента, которые проголосовали за Михаил Гиппу На трибунах становится тише Тает быстрое время чудес До свидания, наш ласковый Миша Возвращайся в свой сказочный лес Не грусти, улыбнись на прощанье Вспоминай эти дни, вспоминай Пожелай исполнения желаний Новой встречи нам всем пожелай Хорошо Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Видишь, несущая уже покрашена, да, хорошая краска, вот, по европейским стандартам. И мы второй этаж покрасили, только у меня есть одна просьба, вы там пару дней пока не снимаете, пусть все подсохнет, ну и, конечно, проветрить надо помещение, а то токсичная немножко краска. Тут, я думаю, что-то сегодня как-то не по себе, что ли. Ладно, в общем, закончите это помещение и, наверное, зайдете, я вам дам аванс. Ну, за этим я обязательно зайду. И проветрите тоже у себя помещение, а то запах такой, хорошая краска, говорите. Все, спасибо, начальник. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok